Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! В эфире передача Ночной Размовор. И наш гость сегодня Эрик Гамзаян Ставрополь. Вечер добрый, Эрик! Добрый, добрый. Как вы? Что делаете? Как живете? Живем нормально. Трудимся. Так, все в порядке. Пока. Расскажите про свою молодость, Эрик. Откуда вы? Я в прошлый раз, я все это рассказывал. У меня была с вами передача где-то 40-43 минуты. Послушай, Эрик, можно заново? В прошлый раз нету. Это совершенно другая передача. Пожалуйста, я вам задам вопрос. Расскажите о себе, просто расскажите. Я родом из Нагорного Карабаха, Гадрут. Вы из Гадрута? Да. Родились там. А жили где? Жил в Гадруте, 7 лет в Баку, потом переехал в Россию. А в каком году переехали в Россию? В 1969 году. А, вы переехали в Россию. Так давно. Вы родились в Гадруте, жили в Баку. А вот Баку запомнили хотя бы чуть-чуть? Помните? Может, во сне видел? Я в Гадруте ездил. У меня там жили мать, отец, родственники. Жили в Баку? Да. Замечательно. А в Гадруде больше не были с тех пор? Очень много раз. Замечательно. Вот вы захотели поговорить со мной. Мне вот очень интересно, Эрик, о чем все-таки? Я, как всегда, могу говорить только об одном. О чем все-таки? Я буду стараться и всегда стараюсь быть в миру с людьми. Вот позавчера в Сочи встречались лидеры наших трех стран. Почему я говорю наших трех стран? Потому что это бывшие страны Советского Союза. Я считаю, что мы как будто родственные страны. Они встречались для достижения подписания мирного договора. Вы бы хотели мирного договора, Эрик? Как? Между Азербайджаном и Арменией. Мирного договора? Вы бы хотели его? Если тысяча человек будет стоять в очереди, я буду первым, чтобы был мир. А на каких условиях, Эрик, вы хотите мира? Я хотел вам задать вопрос, что мне не дается до конца задать. Вот я вам задаю вопрос. Как вы думаете, как представитель аппарата правительства Азербайджана, будет ли мир среди армян и азербайджанцев? Я вам задаю вопрос. Конечно, мне очень приятно, что вы меня считаете представителем столь замечательного аппарата. Я думаю, что мир необходим нам. Нам необходим мир, Эрик. Я вас не перебиваю, но это с ваших слов. Что вы представитель Азербайджана. А что такое? Я тоже свое. Хорошо. Молодость и боль. Если так, то да. Я, конечно, за мир, Эрик. Я за мир. Я бы хотел мира, чтобы были те же самые добрососедские отношения, как и были давным-давно. Чтобы люди пошли на контакт друг с другом и перестала быть вот эта вот агрессия, как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Скажите мне, я хочу мира. Вы говорите, что вы готовы быть первым в очереди из тысячи человек. А вы знаете, что нужно для мира? Для мира в первую очередь надо, чтобы люди друг другу понимали. Я бы сказал бы по-другому, чтобы в верхах, вот в верхах, все начинается с правительства. Правители есть правители. Чтобы, допустим, вот у вас в Азербайджане. Я полностью уверен, что пока в Азербайджане вы в вашем правительстве есть люди, которые не очень любят дружбу, мир. Я скажу это. Я буду говорить только правду. Еразы, Туразы, Нахазы, Еразы. Дружить с армянами у вас будет очень трудно, но можно. Для этого нужно время. А почему вы говорите, что у нас в правительстве есть люди, которые не хотят дружить? Кто вам это сказал? Вы хотите сказать, что в армянском правительстве все прямо протянули руку и готовы дружить? Да, о чем вы говорите? Там еще больше. Там еще больше не хочу. Но это ни о чем не говорит. Я говорю как есть. Потому что я очень хорошо знаю Азербайджан изнутри. Я знаю прекрасно. Азербайджан, где люди, которые дружатся. Дружатся, где люди? Дружатся, да. Нахаза, дружатся, дружатся. Вот мы затронули вот эту тему насчет, что есть такие люди. Вы посмотрите, вот возьмем хотя бы ваших блогеров. Потом перейдем к армянским блогерам, которые вообще ничем не блещат. Вот ваши блогеры. Возьмем сверху вниз по возрасту. У вас есть блогеры... Да, только без имен, пожалуйста. Вот просто примерно, без имен. Просто блогеры. Блогеры. Да. Есть у вас блогер Мехман. На вашем же телевидении по-моему. Я даже не знаю, кто это. Я не знаю. Вы его не знаете? Секунду, стоп, стоп, стоп. Пожалуйста, Эрик, Эрик, без имен. С именами не получится. Просто говорите блогеры, без имен. Блогеры, блогеры. А почему? А что тут стыдного? Эти блогеры 3-4 блогеры... Нет, нет, Эрик, это немножко другое. Хорошо, я не буду говорить. Я буду говорить в общем. Эти блогеры, 3-4 блогеры, которые сеют, можно бы сказать, вражду в этих сетях. Говорят такие слова недозволенные, непозволенные. Эти люди что думают? Погласен. В Армении тоже есть такие же блогеры, которые даже по хречи на уровне телевидения выступают. Вы почему сопоставляете? Дайте мне до конца сказать. А почему нельзя говорить о мире, Эрик? Обязательно говорить про блогеров. Для того, чтобы был мир, я же начал, я вам говорю, сверху. Если люди все время одно и другое... Давайте просто отключим им интернет, Эрик, этим блогерам, которые сеют не мир и все. Просто вырубим им интернет и все. Погласен, из них этих блогеров у вас с вами дружат. Вы сказали, именно они говорили. Нет проблем, я их попрошу, они выключат вай-фай. Я вам обещаю. Да вот, боже мой, сто раз такое было. Мало того, что... Эрик, мы с вами все верим, Эрик. Мы с вами все верим. Если будет мир, я им скажу, они выключат интернет. Я тебе даю слово. Мало того, вот я скажу одну мысль до конца скажу. Мало того. Ладно, ходите в армян, вы их ненавидите. Ребята, что встал? Армяне нас любят. Эрик, армяне нас любят, ты хочешь сказать? Не все, но любят. Как это? Вот назовем я армян, которые нас любят. Я скажу, да. Вы любите Азербайджан? Вы любите Азербайджан? Да, этих людей очень много. Я люблю тех людей, которые понимают жизнь, которые в те годы, когда я жил вместе с ними, они с нами кусок хлеба делили. Мы не закрывали наши квартиры, отдавали им ключ. Мы поехали, посмотри сосед, посмотри там друг. Я приеду послезавтра, давай позовем его на чай, на другие там покушения. А сейчас что? Одна грязь. Я еще раз говорю, вот про этих я пока... Я остановлюсь опять на этих ваших блогерах. Псевдоблогеры я их называю. Диванные блогеры. Эти люди думают, что вечно будут жить. Будет меняться власть. Безусловно. Вечного ничего нет. Ну как вы будете смотреть... Послушайте, Эрик, 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 мы не хотим, чтобы у нас менялась власть. У нас все шикарно. Вы это свою власть меняете. Нам зачем в это навязываете? У нас все шикарно. Вы хотите как Ленин 120-130 лет лежать там? Я не могу понять. Не-не, послушайте, послушайте. Эрик, Эрик, политику можно не трогать. Чтобы все потом не повырезали. Давай, да, немного лояльнее. А что, я все равно вернусь я к этим блогерам. Мало того, что они нас... Блогеров, пожалуйста, что хочется? Кому твое мнение про блогеры? Мало того, что нас не любят. Они, они, эти блогеры, зная, что в столице нашей родины, в России, в Москве, 15% азербайджанцев. Вы можете посчитать, что там азербайджанцев больше, чем в Баку? И эти блогеры, псевдоблогеры, такие слова говорят в адрес, допустим. Я понимаю, а при чем тут блогеры вообще? Здесь проблема Карабаха, Азербайджана и Армении. Вы говорите о каких-то блогерах. Я тоже блогер. По-моему, не самый последний. Так я готов к миру прийти с вами. В Армении есть блогеры, которые на уровне телевидения выступают против Азербайджана. Оскорбляют нас. Говорят нелицеприятные слова. Называют нас чуть ли не агрессорами. Почему? Почему? Вот ты, Эли Гамзая, родился в Гадруте, правильно? Жил в Баку. По-твоему, Карабах чей? Я просто рассказал, я ей сейчас скажу. И скажу, когда мне останется одну минуту жить. Карабах для карабахцев. Поймите. Если я тебе скажу, что Карабах ваш или мой, что от этого изменится? Я понял, что Карабах для карабахцев ты считаешь, правильно? Да, да, в данный момент. Хорошо. Хорошо, ты считаешь Карабах для карабахцев. Безусловно. Эрик, твоя фамилия Гамзаян. По-нашему, значит, ямочка. Гамзаян, ямзя, ямочка. Гадрут в переводе с арабского, значит, земля между двух рек. Адрут. Так чей Карабах? Наш? Ваш? Общий? Чей? По названию можно определить, чей Карабах? Конечно, Карабах. Черный сад, величественный сад. Моё. Я вам, если не будете перебивать, скажу, чей Карабах. Честно скажу, чей. Пожалуйста. Только надо возвращаться назад. Вот вы прекрасно знаете, что никогда этот Карабах, Арцах, сейчас его называют армянская часть населения. Не-не-не, что это слово означает? Вот на букву А вы сказали, что? В смысле, Арцах что такое? Цветущий сад. Да-да, что означает? Цветущий сад. Цветущий сад. Может быть, всё-таки солнечный? Знаете, если у вас есть там претензии по поводу географических или исторических навыков... Вы обращаетесь, в Армении очень много таких, которые географию знают. Есть такие. Вы только что говорили, что он общий, Карабахцев, а теперь вы уже говорите про какие-то исторические, знаете, легенды. Какие легенды? Назовите мне хотя бы, Эрик, одного правителя этого вашего вот на букву А вы только что назвали. Кто там правил когда-то? Назовите хотя бы одного. Я сначала скажу, что сначала Персия, потом Царская Россия, следом СССР владели этим землением. А где там были армяне? Персия, Россия, СССР. А где армяне? Этими землями. Нагорный Карабах в состав Азербайджана был в форме государственной автономии СССР. Послушайте, автономия неотъемлемая часть Азербайджанской республики. До этого Карабахское ханство, правители Панаха-Лихан, захоронение город Ахдам. Где захоронен правитель вашего, как вы говорите, Арцаха? Где? Где правители? Где они похоронены? Назовите хоть одного. В те времена армянские правители их не хоронили. Не, ну в те времена где, да? Где они? Они тайком не хоронили. Почему у нас Шервашахов могилы есть? Карабахских ханов есть? Хуршут Бануна Атавань есть могила. Правда, кость ее вывезли и пытаются нам же оттуда продать. Но все-таки есть. Ради Бога, вы не говорите о тех людях, о тех людях, которые не азербайджанские. Вот все время я, как считаю, я очень много, я признаю только одного азербайджанского, не одного, многих признаю поэтов, шикарного человека, который сказал великолепные слова. Это был Мушфик, Микаэль Мушфик. Яша Кшикими, Эль Кшикими. Это его прекрасные слова. Я очень сильно знаю азербайджанскую музыку. Я знаю азербайджанский спорт. Я знаю имена всех ваших в Азербайджане городов. Раньше как они назывались. Я вам вопрос задаю. Вы взяли, переименовали Ханкенды в Степанакир. Кто вас просил? Мы переименовали, и мы же обратно вернули. Извините, у меня в советское время Кировабад тоже мы переименовали. Кто нас просил? Что можно было, чтобы Гянджа была? Советское время требовало, Эрик, требовало переименовать и Гянджу, и Ханкенды. И мы взяли в честь Степана Шаумяна, бакинского комиссара назвали. И тогда назвали город Кировабада в честь Кирова. Вы все про историю Азербайджана знаете, но про историю вот этого армянского Карабаха, как вы говорите, я вам говорю, вы признавали армянского коммуниста Шаумяна? Признавали, так он был похоронен на азербайджанской земле в парке 26 бакинских комиссаров и перезахоронен в Гофсанах, 26 бакинских комиссаров. Перезахоронили или сломали все это дело? Ничего, перезахоронили в Гофсанах, перезахоронили, эксгумация перезахоронения. Вот сейчас я вам скажу еще одну вещь, вам 100% понравится. Я ведь когда-нибудь говорил, чтобы Карабах Арцах был в составе Армении. Вы от меня слышали такую вещь? Нет. Я не сказал, чтобы был в Азербайджане тоже. И всегда скажу, там живут люди, это их земля. Они должны, они обязаны жить там. По 300, по 400 лет этой земле. Ради бога, наш президент же говорит, уважаемый Ильхам Алиев, что жители Карабаха это граждане Азербайджана. Ради бога, пусть живут. Ну а гарантия какой, чтобы они там жили? Ну а мы, если главное лицо государства говорит, что это граждане Азербайджана, значит они под нашей юрисдикцией. А это вы слышали в 1918 году? Нет, это вы слышали, мы тоже слышали в 2020, мы слышали в 91, мы слышали в 93. Мы всегда это слышим. И в 92 ходжалы слышали. Ладно, Карамджан, если Южная Осетия, Абхазия, Косово, впоследствии Крым, который хорошо подарил Украине, Сталин, который подарил Карабаха и Нахчевана Азербайджану, но это же было. Эти реструльники стали самостоятельными, но непризнанными. Вы мне расскажите, когда это было армянским, вы мне скажите. Когда это Карабаха и Нахчеван были армянскими? Исторически назовите. Исторически? Да, да. Годы, годы. Два года, всего-навсего. Я, Эрик, Эрик, послушайте, вы прекрасно знаете азербайджанскую литературу, Миккель Мушвига, знаете азербайджанский мухам, музыку, знаете историю, но историю Армении вы не знаете, потому что вы родились в Азербайджане и жили в Азербайджане. Вы из Гадрута и вы из Баку, вот почему. Просто расслабьтесь. Дорогой, я учился в 30-й школе армянской в городе Баку, пошел из Кирова, о чем вы говорите? Подожди, в каком городе? В городе Баку учился в армянской школе номер 30. Ну так вот, в Баку же вы учились? Или в Баку это тоже Армения? Да, только эта школа-то армянская была, вы говорите, вы не знаете свой язык. Я очень сняюсь, плохо что ли, у вас в Баку была армянская школа? Я прекрасно говорю и по азербайджански, и по армянски. Так после этого как можно быть к нам нелояльными? Мы для вас создали все условия. У меня знакомый, его папа был замминистром, Армянин был замминистром в Баку в 90-е годы. Мы еще не то знаем, мы знаем, что до 1918 году в Баку азербайджанские татары, как их называли тогда, были самое меньшинство. Вы, видите, не знали, а я знаю. Скажите мне, а насчет армянской церкви в Баку, вы знаете, она до сих пор стоит. Я сто раз там был, сто раз. Ее берегут, ее берегут до сих пор. Молодцы, молодцы, ее берегут, потому что это столица Азербайджана, а в других местах ничего не берегут. Серьезно, серьезно. А почему в Ереване тогда ни одной азербайджанской церкви, эм, сори, почему тогда в Ереване нет ни одной азербайджанской мечети? Почему все время, чтобы я не сказал про Азербайджан, вы говорите, почему Ереван? И почему сразу, вы просто скажите, спасибо за то, что сберегли, а не надо говорить, потому что это столица. В Гадрутском районе все, все снесено, люди есть, которые ездят, приезжают. Гадрутом мы сейчас занимаемся, там стоят дворцы, там все восстанавливается. Гадрут, повторюсь, это земля между двух рек, все будет хорошо. Ну что, это название, там эти географические вопросы, вы только другой скажите, что в Москве. Давайте о хорошем, да, Эрик. В вашем городе живет, в вашем городе живет один мой двоюродный брат и одна моя двоюродная сестра. Сейчас? Сейчас живет, да. И хорошо живут, очень хорошо живут. Ни они не могут приехать, ни я. Вот я программу начал с чего. Когда мы будем приезжать, гости к ним... Вы мне скажите, я постараюсь как-то, может быть, не знаю, поговорить, чтобы как-то организовали вам встречу. Не может быть, потому что я не выездной, ибо я много раз бывал в Сефанакете. Вот недавно тоже был Сефанакете. Ну да, вы в черном списке МИД, я понял. Зачем я буду? Я вас понял. Вы были и попали в черный список, и сейчас хотите приехать в Баку, но не можете. А двоюродная сестра и двоюродный брат живут в Азербайджане. Азербайджане в Баку живут. Их не отец... Они пятисты? Моя тетя, тетя Вера, вышла замуж за великолепного музыканта. Джалал его звали, он на таре играл. Он жил в городе Физули. Бывшая калья Гино. И сейчас они живут, ваши двоюродные браты и сестры в Баку, и вы хотите с ними увидеться. А когда вы в Ханкианды ехали, вы не думали о том, что вы попадете в черный список МИД Азербайджана? Вас не предупреждали? А что, черный список дороже моей родины? Ну так если это ваша родина, это родина Азербайджан. Я же говорю, все армяне, которые живут в Ханкианды, это граждане Азербайджана. Так заявил наш верховный главнокомандующий. Ездите в следующий раз через нас. Послушай, да, братуха, я тебе на нашем языке скажу. Сто раз скажи, безимдирь, 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 когда полностью гудит, тогда пожнем друг другу. Мы сейчас на подвешенном состоянии, когда без единого выстрела коридор не освобождают. Ты забыл, полтора месяца назад Лачинский коридор мы просто освободили без единого выстрела. Его не освободили, и мы вам подарили. А, вы нам подарили? Ой, спасибо. А почему вы не называете своими именами? А, вы нам подарили, надо же. По заговору мы должны были вернуть, мы вернули. Вы нам, значит, все дарите и дарите. Наши земли нам не дарят. Да, мы четыре района вам подарили. По договору мы согласно договору. Слушайте, это просто получается не Армения, не страна, а какой-то магазин подарков. Все дарит, так дарит. Понимаете? Мы четыре подарили, мы вам Лачин подарили. Так выходит, что а где же родина, если вы все дарите? Мы свою родину никому не дарим. Мы тоже в России никому не дарим свою родину. А, в России не дарите? А, а вот тут дарите, надо же. Я говорю, давай, Амири, мы тут разберемся. Ты не беспокойся. Вы разберешься, дай бог, дай бог, чтобы ты разобрался. А, хотя ты работник, да, да, ты разберешься. Мне интересно еще одно. Мне обидно иногда вот девчонка, которая с вами выходит на связь, обиделась на вас. Эта девчонка, ее зовут Бела. Эта девчонка, я ее очень хорошо знаю. У нее такой характер. О, боже упаси, она просит одно, только не трогайте меня, мою семью и мою нацию. Я вас никогда не буду трогать. А, я тебе скажу, да, послушай мне, Эрик, дело в том, что Бела находится в том же списке, что и ты. В том же самом, черном, МИД Азербайджана. Так что, как говорится, трогать ее больше никто не будет. Просто будут, скажем так, решать вопрос. В смысле, вы можете? Вопрос, да, ну, МИД Азербайджана возбуждает уголовные дела на всех, кто незаконным путем посещает территорию Азербайджана. То есть не через государственную границу Азербайджана. Это ждет абсолютно всех. Тогда у вас столько тюрем не будет, полмира будет. А почему? Есть другие, другие, другие возможности решать вопрос. Мы же, извини меня, наша страна не проходной двор. Либо по нашим законам, либо никак. А, дорогой, поставь там шлагбаума, не пускай. Я что, виноват? Поставим, поставим. Я тебе говорю, в Лачине же поставили. Сейчас там маленькая тоненькая дорога, которую мы, кстати, построили. Мы, на ней скоро будут наши бензоколонки и наши объекты. Пока по ней можно ездить в город Ханкянди. Потом мы посмотрим. Белли тоже передай, кстати. Она в списке. Она в списке? Ну, она всегда в списке. Как и я. Вы же сказали, что я в списке. Ну, ничего страшного. Зато у тебя здесь дворный брат и сестра. А, у нее никого нет. Ей как бы так, терять чуть меньше. Я здесь в Баку. Это в азербайджанцев больше внимания уделяю, чем вы в Баку. Серьезно? Да, да. Да. Вот я попрошу тех азербайджанцев, которые дружат со мной, чтобы они вам писали. Сказали. Они меня, правда, называют дедушка. Дедушка им помогает. Правильно делают. Если люди адекватные, хорошие, нормальные, почему нельзя с ними дружить? А ты готов, чтобы был мир и чтобы границы, скажем так, да, перестали быть настолько серыми? Ну, хоть какой бы то ни было диалог у нас с армянами получился, но тебе придется ради этого все-таки смириться с тем, что признает все мировое сообщество. А мир, в том числе и президент страны, в которой ты живешь, да, Российской Федерации, признают, что Карабах это неотъемлемая часть Азербайджана. Ты готов с этим смириться? Если бы, если бы это было бы, позавчера бы уже все, люди бы уже договорились бы и на этом поставили бы точку. Пока идут, идут переговоры, пока, ну как сказать? Вот для тебя что важно, мир или сидеть и жить в своей иллюзии? Только мир. Какой мир может быть, если со стороны Армении, как со стороны Азербайджана? Как можно люди, которые в детских садиках, маленьких людей сказать, что кто наш враг? Арменин. Нет, подожди, а когда в детских садиках в Армении топчет азербайджанский флаг, говорят не только приятные слова? Давай-то, Эрик, ты мне скажешь такую вещь. Почему ты не живешь в Армении? Почему ты не живешь в Армении? Солоход танцует на армянском флаге. Чего? Эрик, почему ты не живешь в Армении, если там так все хорошо? Почему? Какой вы вопрос задали? Даже не тактичный вопрос. Я здесь живу 52 года и вы хотите, чтобы я переехал в Армению. Да почему ты не живешь? А то есть тебе хорошо в России, а не в Армении? Мне может быть и в Армении хорошо, когда я туда еду. В данный момент вся моя семья, у меня 9 внуков, 3 сына, кладбище вокруг, наши похоронены. Я что, их оставлю, уеду? Скажи мне, а вот из твоих внуков и детей кто-нибудь воевал во второй Карабахской войне, например? Нет. Ты их отпустил бы на эту войну? Они все взрослые, я не могу им сказать, езжайте или нет. И у них самосознание свое, они очень серьезные, они все спортсмены. А почему они не посчитали нужным? У многих армян же двойное гражданство. Я не знал, у меня нет двойное гражданство. Я гражданин мира и России. Но они все-таки не воевали, окей. Не воевали, это вам честно говорю. Скажи, пожалуйста. Эрик, скажи, пожалуйста, а каким ты видишь будущее Азербайджана и Армении? Я только одно могу сказать, что Азербайджан с такими большими возможностями, с такими природными данными, с такой богатой нефтью, газом, страной, должна жить на уровне Саудовской Аравии. Ну так извини меня, когда у тебя миллион беженцев, когда у тебя оккупированы 20% территории... Откуда у вас миллион беженцев на горном Карабахе? Когда я жил, азербайджанцы, наверное, 1040 было всего. Серьезно? Может быть, все-таки 200 тысяч и 700 тысяч в Армении? Нет, не думал об этом? А когда около 600-700 тысяч армян уехали из Азербайджана? А что мы это начинали? А мы что, просили уезжать? Мы что, просили убегать? Или мы просили наших что-то сделать? Если человека, допустим, давят, бьют... Извини меня, ты не согласен с тем, что 30 лет Армения была оккупантом? Ты не согласен, что были оккупированы территории Азербайджана? Да или нет? Это в этих землях, в территориях Азербайджана ни армяне не жили, ни азербайджанцы жили. Кстати, я могу сказать... Не жили. То есть, ты считаешь, в этих районах Карабахи не жили азербайджанцы? А думаете, сейчас вы будете там? Мы уже три аэропорта построили. Мы за два года построили три аэропорта. А они будут загружены, аэропорты будут? Они будут загружены, аэропорты? Конечно, будут. А там народ не живет. Эрик, все будет. Почему каждого армянина в моем эфире беспокоит то, сколько мы денег тратим? Эрик, почему? Деньги, дай бог, это ваши деньги тратят. Секунду, Эрик, секунду. Пожалуйста. Тридцать минут до нас, подожди. Эрик, почему? Эрик, скажи, пожалуйста, почему каждого армянина в моем эфире беспокоит то, сколько денег зарабатывает Азербайджан, сколько мы инвестируем, сколько мы строим, будем мы там жить или не будем? Ты, я же тебя не спрашиваю, у тебя дома кто-то живет там или не живет там, например, в третьей комнате или в четвертой. Это же наше дело. Почему всех так беспокоит это? Мне отвечать за себя или за них? За них. Какое я имею отношение к этим людям, чтобы я за них отвечал? Тогда за себя. А я хочу, чтобы у вас было очень много денег, чтобы у нас не просили. А мы у вас деньги просим, да? Нет, есть такая поговорка, чтобы сосед был намного богаче, чем ты, чтобы у тебя не просили. Вот ты меня тут удивил, за два года меня впервые так удивили. Я когда сел, я сразу сказал, я буду говорить только правду. Очень много есть мне тебе сказать. Вот я на тебя обиделся под Новый год, когда ты в очерке от 1927 год озвучал в Ютубе такие слова. И реван потерпи еще немножко. Мы скоро вернемся к тебе. Что вот ты хотел этим сказать? Честно, честно. 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 Ну, может быть, мы хотим открыть футбольный клуб Реван. Может быть, мы хотим приехать в Реван. Откуда я одна? Может быть, завтра откроется коммуникация, я приеду в Реван. Мы скоро вернемся к тебе. Это вернемся к тебе, да? Ты не согласен с тем, что азербайджанцы жили в Реване? Не согласен с этим? Там их было очень много. Ну все, мы вернемся, да? Какие проблемы? Вернемся, значит, мы придем, вас уберем, мы останемся. Я это говорил. Я это говорил. Эрик, я это говорил. Нет, ты не правильно понял. А тогда это у меня было раньше. Мы вернемся к тебе. Мы вернемся. Понимаешь, мы приедем. Я же не говорю, что мы пройдем по-плохому. От ваших безумных, непонятных блогеров, я вас уважаю, потому что вы русскоязычные, и в ваших словах есть много такого, которых есть у ваших друзей, или как, ну как можно их назвать? Я могу даже сказать, что у них есть. Вам будет очень это интересно сказать. Давайте. У них, у них грехи ихнего языка. Это ложь, высмеивание, проклинание, спор, подхаливство, мерзкие шутки, злорадство, клевета, оскорение, зависть. А ты знаешь, что твоя любимая блогерша, это самая, из Белоруссии, которая, да, кстати, да, Белла Гонзеловна Бабаханян, да, с немецким именем, с итальянской фамилией, я не знаю, с тюркским отчеством и фамилией и т.д. и т.п. Какие слова она говорит? Она находит чужие материалы, находит личные архивы, семейные детские фото и выставляет это. Все то, что делает она никогда не один. Ни один азербайджанский блогер этого себе не позволял. О чем ты говоришь? О вашего этого, как его, Али? Без имени. Без имени, пожалуйста. Без имени. Кстати, у него есть погоняло, Ворон. Так можно же сказать? Вот давайте без имен, да. Давай дальше пойдем. Хорошо, Эрик, 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 стоп, Эрик. Давай о хорошем. Давай теперь по поводу еще пару слов. А вот скажите, вот вы, вот вы. Ты, я с вами уже знаком. Да, Белла. Что им ты из Микайла Мишвига прочитай на лучшее? Иногда Белла говорит мне то, что она не имеет права выставлять. Эрик, 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 мне это Белла. Эрик, Эрик, мне это Белла не интересно. Давай чем другом. Почему ты его так сильно, ее очень сильно поругал? Честно? Да. Честно? Честно. Потому что человек нарушил мою территориальную целостность. Дальше будет разбираться мир. Ты мне расскажи лучше, какие еще стихи Микайла Мишвига знаешь? Что еще знаешь? Я могу про, рассказывать долго, очень долго про ваших, песни ваши, пляски, начиная с карабахских, когда в то время в Шуше жили и пели великие певцы карабахских. Мухаммад, как пел хорошо, Хан Шушинский, Хан Шушинский, потом еще один Шушинский, Сейд Шушинский. Бельбель, Бельбель, он при чем тут Бельбель? Бельбель, Мухаммад пел. Мухамм, Эм, Мухаммад, знаешь, что такое Мухамм? Это Шур, Чаргай, Забул. Ну там их много, их 15, может, в этой области не так уж силен. А потом появились великолепные артисты, великолепные певцы. Что стоила одна великая певица, Примадонна Азербайджанская, во все времена Зейна Абханларова. Когда она приезжала в Армению, я один раз был на стадионе, месяц не было, стоять не то что сидеть. Тогда была такая шутка, Широгос шагает Азербайджан по территории Армении. И мы Широгос шагали Армении по территории Азербайджана. Сейчас что стало? Я говорю, пока не будет нового поколения, не будут новые наставники, чтобы их учил в дружбе, чтобы сказал, а это почти одна нация. Одинаково танцуют, одинаково плачут, одинаково скорбят. Перестаньте все это, нельзя убивать человека. Человек рождается для того, чтобы жить. Вот что я хочу. Я хочу, чтобы вы хотели. Мы-то уже свое прожили, слава богу, 70-го года живу. Мы из-за вас. У вас трое детей прекрасных. Недавно вот даже я написал, у то-то было день рождения. Я снизу написал слова интересные. Ну, а что, это же приятно. Вы даже знаете, как моего сына зовут. Ну, а не только сына. И всех, ну, это моя работа, сижу, думаю. Я даже знаю, что, много чего я знаю, но я не хочу это все говорить. Вот мне интересно, я могу задать такой вопрос? Вот иногда вот такая мгновенная твоя нежлозность и такие, как бы сказать, у меня брат великий доктор, панические атаки бывают иногда. И не думай, что я тебя подкалываю. Откуда они? Это из-за того, что очень много разговариваешь с альмянями или много ты выдыхаешься. Откуда, но ты первых десяти, сороках, сто эфиров, когда у тебя были, ты был вполне уравновешенный, спокойный, интересный, с мышцами, со всеми делами. Сейчас почему иногда такие срывы происходят? Можете сказать? Ну, есть такая пословица, как говорится, с кем поведешься? Это русская пословица. Я столько азербайджанских пословиц могу сказать, что азербайджан столько не знает. Давай, какие-нибудь, пожалуйста, например. Пословица, не, а то ларынси, азербайджан, пословица, ехе. Да, а то ларынси, давай. Не знаю, как... Это надо же на что-нибудь сказать. А, ну, например, про друга, например. Про друга, не ты, когда я что-то не делал, а отец мне все говорит. Аля, 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 аля. Аля, Диан, очень часто вот эти молодые, опять блогеры я буду говорить. И армянские тоже блогеры, а что я их хвалю? В Армении есть один блогер, он ведет передачу из Америки. А вообще этих блогеров, которые не сидят на месте, если вы с Азербайджаном, в Азербайджане работаете, я вас уважаю. Если в Армении, я в России, я никуда не убегаю. А вот он пошел, присел там где-то в штат Франциско, там не знаю где, и оттуда болтает лишнее. Что это за блогеры? Это что за люди? Как можно после этого с этими людьми разговаривать? На каком языке? Разговаривать, чтобы они нас поняли. Я когда днем работаю, да, иногда у меня-то работа такая, я работаю в бизнесе, я преподаю почти. И меня люди приходят, я стараюсь всем помогать. Тем более азербайджанцы все, я в день сто раз говорю, ами сахол, ами варуласан, алася ансахласан, алася речгезнам бахсан и так далее. Вот это я от этого получаю удовольствие. Как и армянских, так и азербайджанских людей, которые здесь их очень много. Мне просьба к тебе, чтобы вы относились, вы, вы. Армянам тоже я сказал, что вы не забудьте, что мы тоже ваши нации. Эти же азербайджанцы, которые здесь живут, они тоже через меня говорят, скажите, а мы? Поэтому я попрошу всех, я в возрасте, поэтому говорю, любите друг друга. Я хочу обращаться сейчас к армянскому и азербайджанскому народу. Я вас очень прошу, поднимите голову, живите мирно, дружите, как и прежде. Я всем-всем вам желаю мира, добра, здоровья, безоблачного неба, счастья и уют в ваших домах. Вот что я хочу. Поэтому, когда я попросил принять меня на передачу, я не пришел сюда воевать, я пришел с тобой как бы строить, ломать быстро, раз и нету. А строить очень тяжело. Но, запомни, Камран, может не сейчас, через 10, через 20, через 30 лет, некоторые люди и в Армении, и в Азербайджане будут говорить, а мне не надо. Скажут, что я сделал, почему так получилось. Еще что я хочу сказать. Я могу на языке моего соседа в Баку, азербайджанца, ну это, если шутки нету, парни, помните КВН, парни Азербайджана, парни армянцев. Я хочу на языке моего соседа в Баку, азербайджанца, его звали Няби. Как он обращался к людям, вот я так обращусь к тебе, будет интересно. Вот послушай, пожалуйста. Алла, Камран, алла, хватит, да, трогать этих армян, алла. Алла, и сколько разом я тебе перду пердель. Алла, честное слово, эй. Алла, глунус матру. Ты же мне в горле сидил. Много мне нервничал. Хватит обмануть этот человек. Немножко стой. Тормозни, Алла, сахла, Алла, таян, Алла, хватит, да, Алла, бей сюда, эй. Вот он так разговаривал иногда, когда выходил из себя. Это я говорю как шутка. Я помню, у тебя великий артистизм. Я хотел тебе один вопрос задать. Задай, и мы будем прощать. Когда умер один из наших либералов, Жириновский, на следующий день я увидел твое выступление, у тебя слезы пошли, большие слезы. Я хочу тебе вопрос задать. Это были слезы радости или горе, или скорби? Честно говоря, честно говоря, моя работа привела меня к тому, что у меня не очень хорошая память. Я, Эрик, просто не помню, честно. Я тебя благодарю за нашу сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что мы только начали строить с тобой мост товарищеских отношений. И думаю, у этого мостика есть надежда на то, что он превратится в большой массивный мост, а возможно даже и железную дорогу. Спасибо тебе за этот разговор. Мы с тобой еще поговорим в ближайшее время. Я тебя благодарю. Желаю нам всем мира. С нами был Эрик Гамзаян с Гадрута. Большое тебе спасибо. До свидания. Спасибо. Берегите своих детей. До свидания.